Добрый вечер, мои дорогие, хорошие, уважаемые друзья! В сегодняшнем выпуске мы будем с вами готовить такое многообещающее блюдо, а именно у нас будет шурпа с, как их называют, вот такие, знаете, синие штучки, их называют баклажаны. Шурпа будет с баклажанами. Состав шурпы, значит, я сейчас вам быстренько пробегусь по рецептику, значит, что у нас будет входить? Дорогие девушки, запоминайте, записывайте. Значит, у нас будет входить, баранины сейчас у меня нету, я взял говядину, значит, будет входить состав у нас говядина, помидор один большой, два красных лука, значит, три морковки, два белых лука, потом головка чеснока, картошечки взял килограмм, всевозможная зелень, приправы, капусту, значит, я взял. Так, ну и что еще? Ну вот, смотрите, в принципе, вот, значит, весь наш состав. Сейчас немножко вам приближу, покажу. Так, значит, это вот наш составчик, значит, все я уже подготовил, почистил. Вот еще зелень, значит, всевозможные приправы будут. Ну, а также мясо. Так, значит, воду я поставил, значит, уже закипать. Будем с вами мы сегодня готовить все в казане. Знаете, все готовьте в казане, потому что в казане, знаете, из-за того, что такие у нас очень толстые стены, как бы, ну, стенки, точнее, казана, блюдо получится более такой насыщенной, ароматной, так что готовьте все в казане. Что мы, значит, делаем? Первым делом, значит, мы берем наше мясо. Значит, мясо я заранее уже все промыл, подготовил тоже. Тут, короче, примерно около грамм 700 мяса. Ну, может быть, полкилограмма, не знаю точно. Значит, нарезаем с вами мясо и вымещаем в наш казан вариться. Мясо у нас будет с вами вариться примерно, ну, минут, так скажем, 30. То есть, берем наше мясо и нарезаем его. Так, значит, режем мясо просто обычными кубиками. Разрезаем, значит, на три части. Даже больше тут у нас вводит с вами частей пять, в принципе. Значит, мясо у нас вырезка, а именно яблоко. То есть, берите для этого блюда яблоко, потому что очень такая хорошая часть приходится. Вот. Значит, все мы разрезаем и режем с вами кубиками. Ну, или просто можно квадратиками, это не имеет значение. Такими небольшими. Примерно, вот, около, ну, где-то, не знаю, как вам сказать, 3 на 3, или сантиметров по 5, примерно. Вообще, в целом, считаю, что шурпу, конечно, надо готовить на костре. Знаете, в таких полевых условиях. То есть, взяли казанчик, совсем другой казан, такой подвесной. Подвесили его над костром, взяли дровишек. Как говорится, свежая природа, свежий воздух. Намного вкуснее все получается. Но, однако, в случае того, если мы живем в квартире, то будем готовить в казане, просто на обычном газу. Значит, все. И закидываем нашу холодную воду, и начинаем варить наше мясо. Мясо отправляется в нашу водичку. Значит, воды наливайте побольше. Потом, если что, можно очерпать. Поэтому наливайте, в принципе, ну, почти что доверху. Потому что вода будет нас выкипать. Вариться будет очень все долго. Будет много овощей. Поэтому наливайте, вот как я. Смело наливайте, не бойтесь. Да, женщина? На, поцелуй нам в баночку. Поцелуй. Спасибо. Все, значит, продолжаем дальше готовить. Женщина пускай моет полы. Заставим ее мыть полы. Ноги уберей. Все. Убрал. Значит, тем временем нарезаем нашу морковочку мелкой соломкой. То есть, вот, режем-режем всю нашу морковку. Мы часть морковки будем резать, часть морковки будем тереть на терке. То есть, 2 морковки мы порежем мелкой соломкой. Одну морковку потрем на терке. Дорезаем. Эта старшуюся морковку будем с вами тереть на терке. Берем наш красный лук, ну даже не красный, фиолетовый лук, я бы сказал. И нарезаем его тонко-тонко колечками. Закидываем, значит, наш уже варящийся бульон и варим все это еще 20 минут. Далее, что мы делаем, можем просто подготовить наши овощи. Это мы возьмем баклажаны наши и порежем с луком. То есть лук мы белый будем резать именно такими, как бы уже мелко очень, а баклажаны порежем обычными кубиками. Все, значит, отправляем наш лук в наш варящийся бульончик. Нарезаем, значит, наш второй баклажанчик. Знаете, предварительно, конечно, если вы готовите какое-то блюдо из баклажанов, вы можете убрать варящийся из них, предварительно подержать их полчаса в молоке, скажем, или просто в воде их вымочить, если у вас молока нет под рукой. Но в нашем блюде, в шурпе, в нашей прекрасной шурпе этого не требуется, потому что сейчас все у нас проварится и придаст нам свой некий такой аромат, некую изюминку. Засыпаем, значит, наши баклажанчики в нашу шурпу. Ох, какой же у нас прекрасный запах из хвалидационного. Накрываем крышкой и даем томиться нашему блюду еще 20 минут. Между тем, мы с вами выходим на завершающий этап. Значит, что мы делаем дальше? Мы, значит, рубим с вами чесночок. Напомню, что берем головку чеснока. Вот, видите, это помощник по кухне. Вот, он помогает нам. Это как некий помощник Санта-Клауса. Все, спасибо, умничка. Значит, и чтобы наш вкус с вами усилить, берем один помидор. Я вам, может быть, один, может быть, три. Я вам беру один. Вот такой большой помидор. Тут, значит, полкилограмма. Значит, вырезаем нашу попку. Нашу, а попку помидора. Готовьте сладко для своих мужчин. То есть, берите помидор. Думайте о том, что когда ваш мужчина будет кушать, как ему будет приятно кушать вашу помидору, порезанную вашими ручками. То есть, не режьте так, знаете, как бы на отмашь. Режьте, знаете, аккуратно. То есть, так вот, ну, знаете, плавно, чтобы каждый кусочек был кусочком. Мужчина будет кушать. Он вас обязательно вечером поблагодарит, поцелует вас в щечку, обнимет, приласкает. Так что, дамы, не ленитесь. Всем добра и мира. Повторяйте за мной. Напоминаю вам, что шурпу я пока что не солил. Сейчас я на этом этапе, как я буду засыпать помидор, я подсолю нашу шурпу. И затем туда определенные специи. Сегодня, значит, я был в магазине. Специи я особо не нашел, те, какие мне потребуются. Я вам рекомендую, значит, что сыпать. Я буду сыпать туда перец и набор трав. То есть, набор трав там входит всякий розмарин, там, немножко чабреца, там, еще что-то там. Всякие там петрушки, кинза. Ну, так, знаете, по мелочам, по мелочам все. Я же вам рекомендую, значит, возьмите зиру и кориандр. То есть, сыпьте вот эти травки и перчик. Соль, кориандр, зира, перец, чеснок. Все. Еще, возможно, можете взять укроп, петрушку, базилик в дальнейшем. Ну, уже под самый конец набросим нашу зелепушечку. Вот этого наше блюдо, оно станет еще лучше. Станет еще более ароматнее, еще более насыщеннее. Дорезаем наш помидорчик. Точнее, дорезаем его половинку. Смотрите, что значит, что помидор большой, как его много. Уже очень много у нас в казане состав, такой насыщенный, то есть, как бы уже густовато, я бы сказал. Вот, как я вам говорил, вот, смотрите. У меня вот такая только консистенция. К мне осталось добавить картофель и немножко капусты. Но главное сейчас на этом этапе не переборщить, то есть, не сделать уж вообще слишком густую ее. То есть, добавим, чуть-чуть добавим капуски и, в принципе, добавим, ну, картофелин 5 или 7 небольших. Возьмем нашу капусту, отрежем небольшой кусочек, такого будет вполне достаточно. Мелко его нашинкуем и отправляем вновь в наш суп. Ну и все, закидываем наш суп, закидываем наш волшебный суп, эту картошечку. Пока подсолим, ну, так, опять же, на глаз все. Попозже все это попробуем. И специи, значит, мы с вами положим, что мы с вами положим? Немножко гвоздички. Гвоздичка, она не испортит наш вкус, придаст мясу некую шарм. Перец горошком. Я, значит, в нашем случае возьму такие приправы Греции, то есть, ну, как я вам говорил, просто необычные травки. Я вот прочел, что именно эти травки кладутся для приготовления мяса с баклажанами, поэтому, я думаю, они сколько нам подойдут. Ох, для аромата чуть-чуть. Ох, какой же прекрасный запах. И все-таки, друзья, это как бы необычно. Это необычный рассольник, необычные щи. Это у нас наша шурпа. Кстати, кто знает еще такое интересное блюдо, рецепт какого-то супа или еще чего-то, пишите в комментариях. Все мы с вами повторим. Мясо у нас уже сварилось, овощи наши тоже сварились. Осталось дело за малым, в принципе, за картофель. Но картофель у нас по времени сколько? 20 минут варится? 20 минут. Поэтому 20-30 минут, и наша шурпа готова будет. На дворе, значит, у нас уже ночь, около 11 часов ночи, ну даже вечер, я бы назвал, для кого как. А мы с вами готовим шурпу. Что вам может быть интереснее? Знаете, сейчас что думаю? У меня сейчас вычешка такая. И как бы запах проникает к соседям на кухню. Сейчас они скажут, блин, что же там готовит Егорушка? Какой же он умница, какой же он молодец. И учитывая то, что там женщина есть, она вообще, наверное, просто скажет, блин, как жаль, что вот там, значит, Сашка у нее муж. Она скажет, как жаль, что вот Сашка не как Егорушка. Почему Сашка его не может так готовить? А все очень просто, потому что Егорушка он один. Он один, Егорушка. Конечно, можно было сказать, что Егорушке хватит на всех, но нет. У меня есть моя женщина такая. Пока она останется, как бы сказать, хотел сказать, в секрете, но как бы нет. На канале вы уже видите ее, поэтому, друзья, не обессудьте. Вот. Ну, как бы, опять же, фраза Егорушки хватит на всех, а не девается. Тихо. Вот, как знаешь. Вот. Вырежем это. Так, значит. Значит, все, друзья, прошло у нас все, весь положенный срок. Все, у нас суп фактически готов. Засыпаем нашу зелень. Ну и все. И варим еще примерно 2-3 минутки. Выключаем огонь. Накрываем крышку и даем им просто тупо настояться. Все. Суп у нас вышел прекрасный, замечательный. Ставьте лайки на меня, подписывайтесь. Комментируйте мои видео. Мне нужна ваша поддержка. Только развиваю канал, поэтому, друзья, всем удачи, пока. А также спокойной ночи. Все, я очень сильно молился и пошел спать. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok